Девушки отдыхают 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 Ялллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл колода карт, и все у нас получится. Смотрите, берете колоду карт. Берете из мой круг. Беру. Даете выбрать человеку совершенно любую карту. Даю возможность. Даже я не умею, как выколдовать. Хорошо, вы можете сделать это вот так. Могу я размешать карты? Конечно, перетасовать вы можете как вам угодно. Все, все. Может быть, запутаем сейчас нашего волшебника. Попробуем. Ну, давайте, выбирайте. Хорошо, я выбираю карту. Любую. Выбрали любую, окей. Я показываю ее зрителям. Покажите мне. Вы видите ее? Теперь мы ее перевернем на колоде, чтобы зрители видели, как это все происходит. И кладем ее наверх. Вот она у нас находится сверху. Зрители отвлекаются, когда вы берете коробочку карт и показываете ее этой стороной. На самом деле секрет заключается в чем? В коробочке карт у нас есть прорезь. Видите? Видим. Вы берете лезвие, только аккуратно, чтобы не отрезать себе ни руки, и делаете вот такой вот разрезочек. Для чего? Далее мы, после того, как зритель выбрал одну карту, мы ее кладем сверху, засовываем обратно в коробочку. А если мы в середину кладем, то что же делать там? Это волшебное движение. Ну, покажите. Конечно, волшебное движение. Я показывал уже неоднократно вам это движение. Оно делает вот так. Раз. Карточка уходит в середину и оказывается сверху. Вот таким волшебным движением... Легким движением руки? Мы ее уводим вниз. Далее мы показываем зрителям обратной стороной. То есть там, где секрет, к себе. Зритель этого не видит. Мы кладем карты в колоду. Вот так вот. Закрываем. Даем подержать зрителю. Даем подержать в руки зрителю. Зритель своей энергией там... Берет и на ПР. И поднимает ее вверх. Так, поднимаем. Далее. Вы открываете. Аня. Мы открываем. Я уступлю вам. Да, спасибо. Теперь я волшебник. Да. Теперь вы берете в ручки вот так. Вот так, да. Вот так вот, как это делаю я. И вот таким вот движением вы берете и поднимаете пальцем. Так что ли зрители не видят? Видят, видят, видят. Да. В принципе, вы можете это сделать еще и вот так. А они не видят, какая карта. Они сейчас ее увидят. Вы берете. Вы берете вот так вот. Анечка, секундочку. Да. Поставьте вот так на пальцы и большим пальцем. Вот так, да. И теперь медленно, медленно. Да, вот открывается. Опа. Еще выше. Пальчик ниже и выше. Вот так, вот так. Отлично. Я не волшебник, я только учусь. Конечно. Единственное, что когда вы доделаете этот трюк, вы отдаете зрителям карту, достаете колоду, еще раз демонстрируете, что колода совершенно обычная, никаких подвохов в ней не было. В принципе, иногда используется для подобных трюков роспись. Иногда с помощью ручки и маркера, потому что иногда люди думают, что у вас есть какой-то дубль. То есть, что у вас еще одна такая карта, вы ее где-то спрятали и заготовили, поэтому она вылезла. Поэтому чаще всего фокусники просят зрителей и расписаться на этой карте. Тогда она остается единственная в своем роде. Что ж, огромное спасибо, Виталий. Академия волшебства сегодня у нас была в гостях, как всегда, по пятницам. С нами очаровательные и обаятельные волшебники. Спасибо огромное. Ждем вас в следующую пятницу. Оставайтесь с нами на первом развлекательном. После цензора увидимся. Продолжение следует.